Мы продолжаем выпуск. 1 декабря казахстанцы отметят День первого президента страны. Накануне в Петропавловске прошло торжественное собрание, на котором североказахстанцы получили заслуженные награды. Подробности в нашем сюжете. На торжественное собрание, посвященное Дню первого президента, североказахстанцы собрались в новом Дворце молодежи. Открыли его в здании культурно-развлекательного центра метро. От имени главы региона Ерика Султанова земляков поздравил с праздником его первый заместитель. За 24 года, короткий по историческим меркам срок, под руководством первого президента, Казахстан добился впечатляющих успехов построения прочной государственности и сильной экономики. Благодаря усилиям главы государства, сегодня наша страна знает и уважает в мире, как миролюбивое государство, добровольно отказывающегося от ядренного оружия, как надежного партнера в укреплении международной безопасности, стратегического союзника в развитии процессов глобальной интеграции и экономического сотрудничества. От всей души поздравляю вас с днем первого президента Республики Казахстана. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. За каждодневный труд и весомый вклад в развитие страны североказахстанцам вручают заслуженные награды. За почетными грамотами и благодарственными письмами на сцену поднимаются педагоги, заводчане, журналисты, спортсмены и врачи. За это время, конечно, многое изменилось, как и за 40 лет моей работы. Техническое оснащение, да и уровень подготовки медицинских работников намного стало лучше. Это благодаря заботе личного президента, да и нашего правительства. Еще с большим ревением будем работать на благо народа. Наталья Игнатенко получила почетную грамоту Акима области. В ветеринарной станции работает три десятка лет. Говорит, за эти годы многое изменилось. Делаю прививки, вакцинирую, беру кровь. Сейчас все стабилизировано, все очень хорошо, вакцина вся бесплатная. Конечно, благодарна, я благодарна президенту Нурсултану Назарбаеву, что он очень много внимания уделяет сельскому хозяйству. Продолжает торжественную церемонию выступления лучших творческих коллективов региона. Со сцены звучат песни, посвященные нашей молодой независимой республике и лидеру нации, под руководством которого Казахстан добился больших успехов во всех отраслях экономики. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.